Добро пожаловать на 76-е Голодные игры. Привет, меня зовут Катя или Рина Руа. И как вы уже поняли из названия этого видео, сегодня я хочу с вами поговорить про фильм Голодные игры с Сойкой Пересмешницей, часть 2. Этот фильм вышел в прокат 19 ноября, совсем-совсем недавно, и я пошла прям его смотреть в первый день. Я очень редко так делаю, мало какие фильмы мне хочется посмотреть прям вот в первый день, как только они вышли. Но Голодные игры это для меня особенный фильм, особенные книги, особенная история, именно поэтому я должна была пойти и посмотреть. И Голодные игры с Сойкой Пересмешницей, часть 2, это завершающий фильм трилогии Голодные игры. Меня бесит то, что сейчас стало модно третью книгу и третью какую-либо часть разбивать на два фильма, это вообще нафига. Голодные игры эта участь также не обошла, и вот наконец-то в этом фильме мы узнаем, чем же заканчивается вся эта история, чем заканчивается война между Капитолием и повстанцами, кто выиграл, кто проиграл, кто был на чьей стороне, кому можно было доверять, кому нельзя было доверять, кто какие преследовал цели во всей этой истории. Ну и также там, конечно, решается судьба любовного треугольника, Пит, Китнис и Гейл. Я думаю, все догадываются, кого же выбрала Китнис. И я сразу скажу, что фильм мне очень понравился. Это, наверное, одна из самых лучших книжных экранизаций, которую я видела. Потому что создатели действительно постарались на славу, они снимали, ну, практически строго по книжке. Все самые главные ключевые моменты книги они показали и обыграли. Это было очень здорово, мне это действительно понравилось. Я очень боялась, что каких-то моментов не будет, что-то уберут, что-то от себя приплетут. Но нет, они действительно практически строго шли по книге, что мне действительно очень понравилось. Я вообще, как книголюб, люблю, чтобы экранизация соответствовала книге. Потому что если этого не делать, то смысл всей экранизации, ну, на мой взгляд, теряется. И так как я прочитала книги уже давным-давным-давно, то я знала, чем закончится вся эта история, но, как вы можете заметить, у меня нет книги в руках. Все потому, что я читала эту трилогию в электронном варианте и никак не куплю себе бумажный вариант, хотя очень-очень хочу, потому что для меня эта история, ну вот, наверное, можно ее сравнить с Гарри Поттером, который хочется возвращаться. И я ловлю себя иногда на мысли, что я бы ее перечитала. Поэтому все-таки я подумала уже заказать себе книги, чтобы они у меня уже просто были. И знаете, у меня с «Голодными играми» сложилась, наверное, такая вот необычная ситуация, то есть мне безумно понравилась первая книга, мне понравилась вторая книга, третья книга мне понравилась меньше всего, но она тоже была неплохая. А с фильмами все наоборот. Мне, в принципе, нравится первый фильм, мне уже очень нравится второй фильм, и мне безумно нравится третья часть, как ее сняли, как ее нам показали. И если выбирать «Сойка-пересмешница» часть первая или часть вторая, то, на мой взгляд, часть вторая получилась все-таки лучше. Мало того, что фильм хорошо сняли и подробно по книге, что там хороший визуальный ряд, что там прекрасная игра актеров, но, на мой взгляд, он не очень объективный. Там потрясающие спецэффекты, и сюжет очень динамичный, события сменяют друг друга, то есть 2 часа 17 минут пролетели просто незаметно. Единственное, меня немножко расстроило, что было мало Хемича и Эйф. То есть мне бы хотелось их побольше, потому что, когда они появлялись на экране, они веселили всех, они шутили, они всякие колки-штуки бросали в аджи друг друга, других участников. В общем, когда они появлялись на экране, становилось весело всем. Поэтому мне хотелось, чтобы их было все-таки немножко побольше. И, как вы уже поняли, 2 часа 17 минут пролетели для меня незаметно. И когда уже начались финальные титры, я, наконец-то, осознала, что фильм закончился, что все, вся эта история закончилась, и больше ничего не будет. И это очень грустно, то есть больше ждать-то, в принципе, и нечего. Все, история рассказана, мы знаем, что было, что произошло, чем все это закончилось. И это грустно, это вот как с Гарри Поттером, когда закончилась седьмая часть. Было действительно печально, как будто конец какой-то вот маленькой эпохи. Но это лично для меня. Ну и так же, как и с Гарри Поттером, почему-то я сравнивала Голодные игры сегодня все время с Гарри Поттером. К этой истории хочется возвращаться. То есть, когда закончился фильм, я поймала себя на мысли, что я хочу пересмотреть все фильмы с первого по последний. Такой устроит мини-марафон, можно сказать, по Голодным играм. Мне кажется, это будет довольно интересно, и я когда-нибудь это действительно сделаю. В общем, да, я являюсь довольно большим фанатом Голодных игр. У меня даже вот есть кулончик, сойки, пересмешницы. И это о многом говорит, потому что у меня практически нет атрибутики из каких-либо фильмов. У меня даже с Гарри Поттером ничего нет, хотя я хочу себе что-нибудь заказать. Да, до сих пор, хотя мне уже столько лет, но не важно. А тут все-таки после того, как вышла, по-моему, первая часть, и я прочитала все три книги, я заказала себе вот этот вот кулончик, и очень часто его ношу в обычной жизни. И очень забавно, когда люди его видят, говорят, типа, ты фанат Голодных игр или что-нибудь такое. И сразу понятно, кто их любит, кто их нет, кто их смотрит. В общем, с помощью этого кулончика я довольно много нахожу единомышленников, так сказать. И что меня расстроило в том, что Голодные игры закончились, это то, что для меня сейчас нет такой истории, продолжение которой я бы ждала. То есть сейчас, конечно, вот выходят такие дивергенты, сургенты, вот эта вот экранизация идет, но меня это так не цепляет. Не знаю, почему книги меня тоже особо не зацепили, а уж как-то экранизировано. Это вообще отдельная история, этому можно посвятить отдельное видео. Ну и вообще, когда заканчивается какая-либо длинная история, это всегда очень-очень грустно. Но я надеюсь, что из моего такого сумбурного рассказа, впечатлений и эмоций, вы поняли, что фильм очень интересный, что его стоит посмотреть. Естественно, если вы являетесь фанатом Голодных игр, то я еще вообще не понимаю, почему вы не посмотрели. Ну и если вы хотите познакомиться с Голодными играми, то я вам очень-очень это советую. Советую посмотреть все фильмы, обязательно сходить в кинотеатр на последнюю часть, потому что она действительно этого стоит. Я смотрела ее в 3D, я ненавижу 3D, но мне действительно очень понравилось, так что посмотреть в 3D это было, в принципе, прикольно. Ну и также вам эта история понравится, если вы любите Янг и Далт и антиутопии. Голодные игры это одни из лучших представителей этого жанра, на мой взгляд. Ну и все-таки, чтобы убедить вас, что Сойку-пересмешницу вторую часть стоит посмотреть, я скажу только одно, я собираюсь сходить на нее в кино еще раз. Я не знаю, что это, упоротость, неупоротость, но мне действительно хочется еще раз ходить, и я, наверное, все-таки это сделаю. Ну а теперь мне немножко хотелось бы поговорить со спойлерами, потому что мне хочется поделиться своими эмоциями, своими какими-то соображениями. Ну, в общем, мне просто надо с кем-то поделиться. Если вы еще не смотрели этот фильм, то все, выключайте это видео, и увидимся в следующем. А если вы смотрели, читали, и тоже хотите высказать свое мнение, то досмотрите до конца, и в комментариях потом пообщаемся. Выключили? Все, выключайте. Ну, я надеюсь, что те, кто не смотрел, выключили это видео, и теперь я могу приступить к спойлерам. Итак, если вы читали, смотрели, то вы знаете, что умирают Финик, Прим, прочие другие люди, и все это в фильме, естественно, сохранено. И вот когда умирал Финик, это действительно было трагично, это действительно было его очень жалко. Но вот как показали смерть Прим, мне не очень понравилось, потому что в книге, когда я прочитала об этом, меня как будто башки чем-то ударили, я действительно была в шоке. Мне было очень жалко и Прим, и Китнис, и их маму, и вообще вся эта несправедливость, которая произошла. В фильме, на мой взгляд, показали все как-то очень быстро, очень скомканно, то есть я не почувствовала никакой потери, ну, не была и нет. То есть вот примерно вот так все это для меня произошло, и что очень жалко, я думала, что смерть Прим будет более трагичной. Вот что, если честно, мне, наверное, не очень понравилось. Ну, а сцена, где Китнис кричит на кота, была такая действительно очень сильная, мне она понравилась. Также мне очень понравилась сцена, она, мне кажется, была одна из лучших в фильме, когда Китнис шла казнить Сноу, а казнила Коэн в итоге. Ну, действительно, было очень красиво, создавали нужное настроение вот эти вот барабаны, ну и, конечно же, как она убила Коэн, было очень классно. И вообще, во всей этой истории мне не очень нравится, как Колин сослила Гейла из этого любовного треугольника, потому что, мне кажется, в какой-то момент она просто не знала, как от него избавиться, и как сделать так, чтобы Китнис была спитом. И поэтому она придумала вот эти бомбы, чтобы обвинить Гейла в смерти Прим, чтобы он считал себя виноватой, Китнис его считала виноватой, как бы вот он все, ушел, испарился, и Китнис осталась спитом. Вот это, если честно, мне не очень понравилось, потому что я, наверное, в большей степени хотела, чтобы Китнис выбрала Гейла. Вот мне интересно, кто-нибудь со мной согласен, или все хотели, чтобы Китнис была спитом. Ну и также финал всей этой истории, он прям вообще как из сумерек. То есть они такие все прям красивые-красивые, у них дети. Это, конечно, хорошо, финал дарит надежду, и он очень такой милый и замечательный, но в книжке он был не так столько слащавым. Все-таки они там вроде бы более-более старые. Ну, в принципе, это не важно, хотя я бы, наверное, сделала какой-нибудь более мрачный финал. Я вообще просто, наверное, видимо, злая. Ну а на этом действительно, наверное, все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и также, если вы сходили уже в кино и посмотрели Сойку-пересмешницу, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, какие эмоции вызвал у вас этот фильм. Также не забывайте, что на моем канале проходит конкурс. Все подробности можно узнать из предыдущего видео. Ссылочка появится где-нибудь здесь, ну и, конечно же, она будет в описании. Ну и также не забывайте, что я вас всех очень-очень сильно люблю, целую, и что мы очень скоро с вами увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok